Мы находимся в Каменобродском районе города Луганска. Утро. С нами один из ополченцев Луганской Народной Республики, представитель спецбатальона «Заря», разведчик. Попросил не называть своего имени, даже позывного, в связи с спецификой своей работы. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас, последние сутки, что происходит. Мы видим, наблюдаем минометный обстрел. Вот он сейчас продолжается на заднем нашем фоне. Обстреливает Камброд, обстреливает квартал Южный, Гайовой, Юбилейный, практически весь город страдает. Что происходит? День добрый. Вообще-то уже не утро, где полвторого. Я могу рассказать только про свой очень узкий горизонт событий, то, что вижу я. Мы работаем, мы сегодня всю ночь присидели в засаде, ожидали штурма города. Кто стреляет, когда стреляет, нам же не докладывают. Откуда-то совсем близко стреляло. Такое вот субъективное впечатление, что стреляло буквально чуть ли не из-за угла соседнего дома. Чуть ли не над ухом. Бьют какие-то самоходные орудия, бьют минометы 120-е. Постоянно меняются, обмениваются выстрелами. То грады, то гаубицы. Постоянно так уже ребята шутят, что без выстрела уже не спится и аппетит плохой. Так, если бахнуло где-то, ну, значит, нормально, можно спать. Все понятно, что происходит, а тишина вот она начинает напрягать. А что происходит? Мы держим свои позиции, мы знаем, что везде на других позициях тоже ребята стоят. Мы знаем, что... Ну, если попрут совсем уже какими-то непреодолимыми силами. Ну, мы отступим на следующие рубежи. То есть никакого бегства, ничего, никто... Все... Моральное состояние у ополченцев такое. Ну, ручаться не буду, что, например, сам вот не... Не рванусь, трякача. Но до сих пор как будто удавалось преодолевать страх, хотя реально, реально страшно бывает. Каждый... Бывают такие дни, утром прощаешься с жизнью, думаешь, что до вечера уже не доживешь 100%. А вечером, ну, блин, оказывается, день оказался наполнен веселыми какими-то приключениями. То одно, то другое. Вот. Ну, есть повод еще вспомнить. Есть какие-то... Ну, смешно... Город держите? Город держится. Я залезал на крышу. Там идет дым, там идет дым. Лично видел, как с одной стороны бьет гаубица, смотрят людей в город, где-то там взрываются, возле жилых домов. Много видел жилых домов разрушенных. Сельский дом часто вот... Ну, такого типа вот... Ну, понятно, да. Видно, мина рядом... То ли в него туда бахнула внутрь, то ли рядышком где-то весь шифер подорвался, так лачками лежит. Бьют, не стесняясь, по жилым кварталам. Вчера на моих глазах работал танк по какой-то транспортной развязке в городе. Я не местный сам. И... Ну, танка чего-то попытался разрушить какой-то объект инфраструктуры, потому что раз за разом бил в одно и то же место. Вы разведчик. Можете что-то рассказать из ваших действий, что вот такого интересного, я имею в виду, происходило? Запоминающего, скажем так. Ну, что, естественно, можно говорить? Поразило меня то, что мы были в металлисте, заходили... Металлист, кстати, он под ополченцами? Я сейчас не могу сказать. Ну, где-то недели, полторы, две назад. Две недели назад уже было, по сути. Мы заходили в дом к местным жителям, разговаривали там. Там старики остались. Там металлисте было... Они сказали, что порядка 900 человек людей там оставалось. И что про них говорили, что на самом деле их осталось там порядка 90 человек. На самом деле нет. Там почти по тысяче человек сидит. Подвоза продуктов не было. Мы были в составе разведгруппы, и они там с соседями поделились с нами. Может быть, не самым последним, но видно, что с продовольствием у них было туго. Вот. Мы приняли эту помощь, рассчитывая, что на следующий день придем устроить там небольшой кипиш. А прийти не пришлось. И как-то сейчас вот совесть мучает, что мы там у людей последнее поели. Ну, да. И люди, ну, мирные жители, у них над головами с одной туда-сюда мины летают. Я представляю, в каком мне ужасе. У них есть подвал, но спрятаться они в нем... Им еще страшнее в подвале, потому что там темно, а сверху хоть что-то видно. Они рассказывали нам, как укропы ходили по улицам городка и просто стреляли во все, что движется, во все, что... Ну, во все, что не попадет. Вот такие дела. Мне запомнились дачники безумные, которые пытались все проехать на свои какие-то огородики. Вы говорим, война, стреляют, убьют тебя там. Да у меня там... Огурцы полить надо, дача, какая война? Скудечивает, не понимаю, да? Ну, это уже где-то... Это тоже вот где-то двухнедельная давность, такая шокирующая информация. А после этого как-то для меня дни и ночи слились в такой какой-то непрерывный ряд в какой-то круговерте, то одно, то другое. Вот. Сейчас вот я знаю, что... Ну, такое затеще вроде бы, ну, как-то так война вся начинается либо ближе к утру, либо так на ночь. Как раз, когда спать хочется. Ну, понятно. А у вас много вообще в вашей группе, где ваши товарищи уже нету на этом свете, скажем так, потери? В нашей группе нет потерь. Рядом, ну, погибли знакомые ребята, там, командир танка погиб знакомый, там, парнишка еще один погиб, который с самого начала здесь был. Жалко очень. Но вот именно в нашей группе, ну, только трехсот, там кого-то осколком шмякнуло, кто-то там обожженный, ну, такое все, ерунда. Понятно. А, ну, опять-таки, сила специфики вашей деятельности, скажем так, ближе всех вы к украинским военным, что они, собственно, какие у них там паника у них, или что-то есть, или какие настроения, или, может, пленных брали? Я, к сожалению, пленных я давненько видел, и каких именно пленных сказать не скажу. Ну, знаю, кто это был, но не стоит мне этого говорить, что это был за пленный. Вот. А мы ходим, преследуем их, ставим какие-то засады на танки. Ну, вот сегодня всю ночь просидели в засаде на бронегруппу какую-то, которая собиралась прорваться в город. Ну, не пришла к нам бронегруппа, не удалось нам продемонстрировать звена в этой стрельбе из гранатомётов. Ну, понятно. Вот так всю ночь просидели с выпученными глазами. Про укропов я сейчас, честно говоря, только сам из Инд... редко-редко интернет очень паршивый. Сам выхожу в Интернет там, с калькулятора. Вот. И... О их настроениях узнаю только из Интернета. А самих живьём, к сожалению, не даётся пока увидеть. Мы стараемся работать осторожно, стараемся бить наверняка. Так, чтобы эффективность сочеталась с минимумом потерь. С диверсионными группами что-то можете про них сказать? Или встречались? Ну, мы, собственно говоря, диверсионная группа. А, ну... Вы... Да. Тоже... Ну, как вот ваши... Нельзя, наверное, назвать коллегами с украинской стороны, которые вот по городу ездят. Вот с миномета вот даже... Может, и сейчас обстреливают город. Ну, в частности, вот в Каменобровский район. Чего они вообще добиваются, по-вашему? То есть, ну, явно видно, что... Ну, ладно, военные объекты, и то они их почти никогда не попадают. Ладно, может, какой-то завод. Но бьют же в основном по жилым домам. Диверсионная группа, насколько... Нет, по жилым домам бьют гаубицы. Самолеты не могут опуститься низко, потому что мы их из пузырька накрываем. Они издалека, там, из-за туч, что-то куда-то там сбросил, что-то попало, не попало, не знаю. Вот. Грады работают неприцельно, гаубицы, минометы 120 из-за города. А те ребята, которые в городе работают, они очень четко, прицельно работают по нашим объектам, действительно. Гибнут, страдают и мирные жители, но, в общем-то, с их стороны я заметил работу только именно, ну, в общем-то, профессиональную. То есть, подловить во время момента, буквально одну мину запустить и столько гадостей наделать, это, конечно, мастера. Ну, может, значит, это не минометы, но то, что разрушений очень, конечно, много, и зачастую... А получается, среди поезивших нет. Нет, по городу разрушений множество. Просто вот диверсионные группы, которые работают в городе, ну, напоминают действия каких-то специалистов, да. Да, достаточно, понятно. Так, ну... Извини, пожалуйста. А? Что? Очень заняты. Да. Нет, просто.